Турция 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 Море – это действительно поверх зданий, в отдалении, 500 метров, 1000 метров от моря для человека. Это тоже недвижимость у моря. Если вы задумались о покупке недвижимости в Турции, надо понимать, что отель на первой линии можно найти всегда или почти всегда, а вот с жилыми комплексами сложнее. Отели на первой линии строить можно в определенных местах, но жилой фон, к сожалению, нет. Самое близкое к морю – это пляж. Пляж – это где-то метров 50-60, дорога, она опять же 50 метров по документам государственным, и сразу же жилой дом – это фактически 100 метров от определенной пляжной линии или кромки моря. Давайте посмотрим, как это бывает. Алания – 20 метров от набережной, те самые 100 метров от кромки моря. С одной стороны – офис Рест-Проперти, а если зайти во двор, пример уже не гостиницы, а жилого комплекса. Сходств много, но есть и небольшие различия. Здесь тоже большая зеленая охраняемая территория. Здесь тоже плавательный бассейн, причем вполне приличный, и даже есть закрытая часть. Единственное, что отличает жилой комплекс от гостиницы, возле гостиницы вы не увидите такого скопления разбросанных велосипедов непосредственно у подъездов. От нас буквально 20 минут вы доходите до старинной крепости. Соответственно, вся инфраструктура города, все самые элитные рестораны, магазины – все находится в шикарнейшей аллее, парковые зоны. Они буквально-то вышел и уже здесь. Раньше, конечно, строилось больше комплексов, где была большая территория, потому что, в принципе, земельных участков было больше. Но если говорить про озеленение, вообще вот этот комплекс, его видно с центра Алании, с исторической крепости, как одно такое огромное зеленое пятно. Пожалуйста, в туристической терминологии практически первая линия, разве что пляж через дорогу. А в остальном вполне отельное расположение. Но это все-таки дом, и жизнь здесь не замирает с завершением курортного сезона. В этом комплексе на постоянной основе проживает где-то примерно 50-60%, то есть и зимой, и летом. Вообще, в Алании в целом очень много людей живет круглый год. Конечно, вся территория комплекса, она содержится так, как вы ее сейчас видите, в любое время года. Есть крытый бассейн зимний для людей, кто отдыхает в зимнее время. С подогревом это комфортно. Но летний бассейн, он работает летом и зимой. Его содержат для основного вида комплекса, для поддержания статуса этого комплекса. Но, конечно, в зимний период его никто не использует. У нас на улице прохладно, 15-18 градусов. Детям очень комфортно. Охрана круглосуточная. Никогда детей за порог не выпустит никто без взрослых. У нас даже как-то получилось, нас дома не было. Старшая дочка младшего поставила на вестейде за хлебом, его вечером за территорию не выпустила. Еще раз. Отельная инфраструктура, но нет столпотворения. Безопасность. Плюсы понятны. Что на другой чаше весов? Комплекс конкретный, не новый, 2007 года постройки. Всего 5 этажей, поэтому застройка довольно плотная. Но привередничать не приходится. В Турции, как мы уже говорили, подобных комплексов в принципе мало. А вот желающих жить на первой линии и видеть море, 180 градусов, просыпаясь по утрам, очень много. Соответственно, и спрос на первую линию очень растет. Здесь тоже, я не скажу, здесь можно по пальцам сосчитать новые комплексы, которые есть на первой линии. Все остальное, либо это отели, либо старый фонд 10 и более лет постройки. В Алании зимой можно сидеть на собственном балконе с прекрасным видом. Конечно, у нас ветер, дожди зимой присутствуют. Но обычно это февраль месяц, который холодный. Жилые дома, находящиеся на первой линии, часто у нас клиенты спрашивают, высокая влажность, море, шум и все прочее. Но я бы настолько жестко не характеризовала. В общем, если хотите, чтобы жизнь в своей квартире все равно напоминала турпоездку, варианты придется искать. Но среди туристов, становящихся собственниками, морские объятия нужны не всем. И, кстати, Домира и Шавкат, которых мы уже показывали в этом сюжете, они, арендующие квартиру как раз в комплексе у моря, скоро будут отсюда переезжать. Почему мы еще не рассматриваем на постоянное его? Все-таки то, что мы хотим, свое отдельное жилье. Но прибыль, что мы сами себе хозяева. При покупке своего жилья часто работает не туристическая, но очень понятная логика. Конечно, если вы покупаете для отдыха, близость к морю важна. Первая линия все-таки это для любителей именно визуальной красоты. Для ленивых, кто не хочет ходить далеко к пляжу. И для людей, которые любят инвестировать в что-то уникальное. Но объективно большая часть покупателей не просто меняет отель на квартиру. Например, если переезжать на совсем или просто на долгий срок, выбор определит другая, тоже очень понятная логика. Руслан. Он и его семья поселились вдали от пляжей. Жить в непосредственной ближести от моря нам показалось немножечко тяжеловатым. Потому что там все время шумно, дискотеки. Здесь туристический период, сезон, он очень длительный. Начиная с апреля, заканчивая по конец октября. Поэтому все это время там довольно-таки шумно, немножко суетливо. И нам хотелось бы жить в центре. В итоге выбор этой семьи пал на комплекс в центре Аландии. Очень хорошее место, потому что рядом располагается очень много ресторанчиков и маленьких кафе, в которых можно очень хорошо посидеть, попить чай. Данный район очень спокойный, потому что мы находимся недалеко от полицейского участка города. Выбирая между домом и номером в гостинице, нужно задать себе множество вопросов личного характера. Как долго вы планируете находиться в Турции? Насколько привередливы в еде ваши дети? Готовы ли их мамы готовить каждый день? Аргументы в ту или иную сторону может найтись очень разные. На протяжении практически всего дня принципиальной разницы между жилым комплексом и гостиницей вы, может быть, и не заметите. Но вечером эта разница совершенно точно почувствуется. Вот мы живем в жилом комплексе, а гостиница за моей спиной. Через несколько минут здесь закончится репетиция вечернего торжества, и начнется само торжество. Будет шумно. Да, и шум – это для кого-то глобальный минус, а для кого-то двухнедельная неизбежность. Но собственная недвижимость в Турции дает не только независимость от гостиниц. Об этом в следующей серии.